На завтрак у меня вот такой омлет-пуляр. Мне скажут, ой, вытыкивается, готовит. Девочки, он так готовится быстро, моментально. Он прям 5, наверное, минут, 5 секунд сбил желток, сбил белок на сковородку. Вот вам и омлет. Сначала желток сбиваете чуть-чуть. Подошёл на сковородочке. Добавляете белок сбитый, и вот вам омлет. Всё быстро, просто. И ничего тут прям изысканного нет. Хлеб, это уже не нарушенная технология. Из-за трубей. Из-за трубей овсяных и льняных. Всем приятного аппетита! С добрым утром! Солнечным! Всем привет! Я всех рада видеть на своём канале, где я худею с большого веса. Худею с веса, ну, уже 130 килограмм. Вот. Вернее, я продолжаю всё худеть, никак у меня не получается. Вот, девчонки, сразу, как говорится, на берегу вам хочу сказать. Не выхожу, потому что и выкладывать особо нечего, и успехов у меня нет, и ничего. Пока у меня вот сейчас тормозится, не получается. Не получается, да. То ли период такой, то ли с мозгами что-то, то ли вот, скажете, постоянно жалуюсь, ничего у тебя не получается, ничего не выходит. Да, вот сейчас, может, и жалуюсь, но что-то не выходит. Что-то нарушено в моём похудении, нарушено, и хорошо нарушено. То ли надо ей сдать ещё, хотелось бы на гормоны сдать анализ. Ну, это он, конечно, дорогой, может, он и не нужен. Ну, по врачам, наверное, уже всё, ходить не буду. Последняя была посещение. Записаться сейчас опять к нему тяжело, а мне нужно через две недели к нему попасть. Я не попадаю. Потом она уходит в отпуск, и поэтому я решила вообще, значит, не ходить. Как-то так. Выписала мне лекарство, попробую попить это лекарство. Может, что и поможет, может, что и как раз с весом наладится, потому что нарушение это точно какое-то есть. Как мне удалили. Всё, уже 10 лет прошло. И вот последний год вот этот начал меня беспокоить. Я не буду вам говорить, что. Ну, по-женски удалили почти всё, всё на свете. Была онкология. Ладно, скажем, была онкология. Удалили. Химиотерапию не проходила. Никакую терапию не проходила. Только гормональную. Проходила, то недолго. Поэтому может и веситься. А вот сейчас ничего меня не беспокоило. А сейчас начал беспокоить жар, постоянный жар. На меня это он начал плохо действовать. На мой организм. Мне становится плохо. Не знаю, может быть, из-за этого еще вес. И вот этот год как раз идёт. 10 лет не было, 9 лет не было, а этот год почему-то это пошло. Не знаю, почему. Даже врачи ничего не сказали. Сказали, вот пей таблетки и иди там к какому-то еще одному врачу, который он мне не нужен. Ну, в общем, как-то так. А, ну, и какой-то анализ взяли на онкологию. Через 2 недели он будет готов. И я решила, если кто-то есть, позвонит, телефон есть и скажет. А так не пойду. Мне не записаться. Вот, может быть, даже... Вот я так думаю, и что, может быть, из-за этого у меня какие-то проблемы с этим вот... с питанием, с похудением. А, может быть, я себя обманываю. Может, я себя... Так, оправдание ищу. Ну, ну, как оправдание? Вот, если честно сказать, ну, я не знаю, кто-нибудь поймет меня, потому что, наверное, не только у меня такое. бывает прям раз, и ты встал на эту стезю, на этот путь, и спокойно ты, значит, и питаешься нормально, и... Сети подслушивают. Питаешься нормально, и вес у тебя идет нормально, и все нормально, а вот период какой-то вот... Ну, никак. У меня до этого был такой период. Никак не могла я. На диетах сидела, на чем только я сидела, никак не могла. Вот потом подошел какой-то скачок, раз, и все, и пошло вниз. Сейчас такого нет опять. Не получается. Не знаю, почему, но не получается. Мне самой... Плохо. Ходить вот сейчас плохо. Этот вес ощущается набранный. А вот... Что с организмом, или что с мозгами, не понимаю я. Я знаю, что вы мне тут насоветуете, конечно, много всего. Но, тем не менее, не знаю я причин и болячек моих. Советы, я все это впустую будут. Нужно сдавать анализы, нужно смотреть конкретно все специалисту, чтобы потом мне что-то посоветовать, или диетологам таких нет у нас. Поэтому со своими силами пока справляемся. И своими можно идти, конечно, заплатить и сдать все анализы. А толку-то от них мы увидим. А что они дадут? Это надо кому-то еще идти, чтобы они нам расшифровали. А то все зашифровано, ничего непонятно. Нормально это или ненормально. Сказали, это нормально. Хотят сердечный, это самое, ненормальность, ощущаясь, начинается, они не имеют пальца в руке. Мне сказали, это нормально, это у вас взрослое. Поэтому лечись, не лечись, все бестолком. Я не буду обещать, что я все возьму в руки. Я стараюсь. Стараюсь я, но как-то что-то не идет. Но все равно буду стараться. Можете и не верить мне. Я сама себе уже не верю. Не знаю. Не знаю, что происходит со мной, с организмом. Может, уже старость прям подошла такая, что кто-то знает, сколько осталось жить. Вот как-то так, девчонки. Не знаю, сегодня тарелки будут, не будут, тарелки-то правильные. Уже и сдерживаешь себя, уже и эти всякие витамины пропила. Уже вроде как-то и лучше. Но все равно бывают моменты, когда тяжело себя удержать. И накидываешься на какой-то определенный продукт. И пока он не закончится, ты не останавливаешься. Я не закидываюсь там ой, чем-то таким прям запретным. Сильно запретным. Я не ем так же сахар. Я не ем хлеб редко. Я не ем такое мучное печенье и это. Но все равно результатов нет. Ладно, не буду вас утомлять уже своими речами. До новых встреч. Пока-пока. А я пойду сейчас ходить. Да, жарко вылезло я. Но мне нужно идти, поэтому пойду. а так я вот стараюсь жара спадает и ходить. Двигаться все равно надо. Движение это жизнь. Поэтому ходить, ходить, топтаться на месте или где-то надо. Поэтому я потихоньку, по холодочку, по тенечку пойду ходить. Вот. Продолжение следует...